Здравствуйте, меня зовут Ксения Зубчук, я коуч-консультант, НЛП практики, тренер успешных женщин. Сегодня я расскажу вам про волшебную медитацию для восстановления женской энергии. Женственность способна открыть любые двери, растопить любое сердце и наполнить счастьем любое пространство. Женская слабость всегда привлекает силу и заботу. Наша миссия – наполнить этот мир красотой и счастьем, привлекать и принимать. Заметьте, не добиваться и сражаться, а именно привлекать и принимать. Матка – это особый энергетический центр для женщин. Если этот центр развит и нормально функционирует, то женщина наполняет мужчину. Если он заблокирован, холодный, то женщина опустошает. Наполненная женщина – это всегда успех и достаток для мужчины. Всем известно, что за успешными мужчинами и великими правителями всегда стоит женщина, мудрая, наполненная и женственная. Женская слабость делает мужчину сильным. Что еще даст нам эта практика? Ну, во-первых, ощущение счастья. Потому что, когда мы находимся в своей энергетике, а мы пришли в этот мир именно женщинами, то и все в жизни становится на свои места. И то, что раньше казалось сложным и неестественным, приходит в нашу жизнь, как по взмаху волшебной палочки. Находясь в женской энергии и концентрируя свое внимание на матке, весь мир начинает заботиться о вас. Вспомните, когда женщина беременна. И все ее внимание в матке, ее окружающая забота и внимание. Именно наполненность и женственность делают женщину очень привлекательной и независимой от внешних данных. Потому что привлекательность – это свойство женской энергии. Можно сразу заметить, как меняется отношение окружающих мужчин после этой практики. Еще один важный момент. Эта практика способствует освобождению от блоков в области матки. И как следствие решения многих гинекологических проблем. Так как женские заболевания – это всегда блоки, связанные с различными обидами, зажимами, непринятием своей женственности и сексуальности. Итак, сама медитация. Медитация проводится в положении лежа на спине. Ноги согните в коленях. Руки положите на низ живота, ладонями вниз. Левая рука сверху. Закройте глаза и расслабьтесь. Сконцентрируйте свое внимание на вдохе. Почувствуйте, как воздух входит и выходит из ваших легких. Чем глубже вы дышите, тем больше расслабляется ваше тело. Почувствуйте каждую клеточку своего тела. Как оно расслабляется и как хорошо ему становится. Почувствуйте, как с каждым вдохом и выдохом вам становится комфортнее и спокойнее. Почувствуйте это расслабляющее состояние внутри вас. Почувствуйте тепло, исходящее из ваших ладоней и наполняющее вашу матку. Представьте, что вся комната наполнена розовым цветом. Вдохните и почувствуйте, как с вдохом розовый цвет наполняет вашу матку. И выдохом выходят все зажимы, блоки и раздражение. С каждым вдохом вы наполняетесь чистой розовой энергией. И растворяете ей все невзгоды. И выдыхайте их. Подышите розовым цветом, пока полностью не прочувствуете, не пропитаетесь этим цветом. Теперь представьте, что вы лежите в дивном саду. Вокруг поют райские птицы и множество цветов. Теплый ветерок окутывает ваше тело и до вас доносятся легкие цветочные ароматы. Почувствуйте, что это за запахи. Это может быть нежный аромат чайной розы. Или загадочный аромат жасмина. Или любой другой, доносящий из вашего дивного сада. Вдохните этот аромат через матку и наполните с ним. С каждым вдохом он наполняет вашу матку. И постепенно наполняет все тело. Делайте вдох и выдох. И полностью пропитывайтесь запахом этих цветов. Так наполняли себя древние жрицы. Теперь вы одна из богинь любви, которая доступна незримой закону этого мира. Наполняйтесь этим ароматом. Почувствуйте, как ваше тело излучает теперь этот аромат. Побудьте в этом состоянии еще какое-то время. И постепенно откройте глаза. Перевернитесь на живот и покошачьи поднимитесь. Все делайте плавно и спокойно. Ни в коем случае не подскакивайте. Проделайте это ежедневно, хотя бы в течение 28 дней. Лучше, конечно, использовать ее как ежедневную медитацию. Можно проделать ее перед сном. Вы будете очень удивлены чудесам, которые начнут происходить в вашей жизни. А также особому вниманию со стороны мужчины. Я желаю вам удачи. И надеюсь, перед сном теперь будет у вас новый обряд проделывания медитации. И это войдет в привычку. Продолжение следует...